Ютуб заблокировал вещание каналов, связанных с медведчуком. С 1 сентября в Украине меняется порядок получения пенсий и соцвыплат. А еще расскажем историю чудесного спасения жизней. Вы смотрите новости Украины. Здравствуйте! Каналов ЗИК, Ньюзван и 112 Украина больше нет даже на Ютубе. С сегодняшнего дня перейти на их страницы в видеохостинге невозможно. За что Ютуб забанил вещание так называемой тройки медведчука, разбирались наши журналисты. Вместо трансляции Белое поле с предупреждением, что содержимое недоступно для просмотра в Украине. Вот так с 24 апреля выглядят страницы ютуб-каналов ЗИК, Ньюзван и 112. Они принадлежат Тарасу Казаку, попавшему под санкции Совета нацбезопасности и обороны. Хостинг закрыл доступ к содержимому страницы в Украине после обращения к руководству компании Google министра культуры Украины Александра Ткаченко. Это обращение было подано в письменном виде, и мы прекрасно знали, что существует практика рассмотрения подобных обращений от правительств стран. Рады, что сегодня это произошло. Важно, чтобы те телеканалы, которые попали под санкции, и мы четко понимаем причины, по которым эти санкции были применены. Об этом много говорили, чтобы они были заблокированы на всех возможных площадках. Министерство культуры дважды обращалось к компании Google с просьбой блокировки ютуб-каналов. Теперь, после надлежащей реакции на обращение, министр культуры Александр Ткаченко уверен, что это важный шаг к признанию мирового сообщества борьбы Украины с информационными атаками со стороны России. Благодарен специалистам платформы YouTube обратили внимание на наши обращения и решения СНБУ Украины по телеканалам, которые несли угрозу национальной безопасности Украины, поскольку они не являются СМИ или обычным заказчиком, а частью пропагандистской войны России против Украины. Блокировка вещаний ютуб-каналов так называемой «тройки» Медведчука – еще одна победа Украины в информационной войне и продолжении борьбы с олигархами в Украине, считает политолог Петр Олещук. Это можно рассматривать в контексте, проводимой президентом политики деолигархизации. То есть, конечно, это довольно-таки серьезный удар по информационным ресурсам, а мы, в принципе, с вами знаем, что власть олигархов – это всегда власть, основанная на сращивании бизнеса и политики, денег и политической власти. И информационные ресурсы всегда там играли ключевую роль. Министерство культуры направило обращение о закрытии ютуб-каналов «ЗИК Ньюзван» и «112 Украина» сразу после того, как 3 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против Тараса Казака. И на пять лет прекратил вещание трех принадлежащих ему телеканалов. Валерий Бакус, Новости Украины. Счет шел на часы. Благодаря слаженным действиям врачей-трансплантологов и летчиков Национальной гвардии удалось спасти три жизни. Умершая в Запорожье молодая женщина стала донором для мальчика с патологией почек и смертельно больной женщины в Киеве. История чудесного спасения в материале моих коллег. Врачи-трансплантологи вместе с летчиками Национальной гвардии сегодня ночью совершили настоящее чудо. Спасли сразу три жизни. Сегодня состоялся очередной мультиорганный забор в городе Запорожье в клинике скорой медицинской помощи. К сожалению, случился инсульт у молодой женщины 40 лет, констатирована смерть мозга. Ее семья, большое за это спасибо, в первую очередь коллективе они дали согласие на изъятие органов для трансплантации. У врачей было всего несколько часов, чтобы доставить почку и печень умершей женщины из Запорожья в Киев. За помощью обратились в Министерство внутренних дел. Менее чем за час Ан-26-й был готов к вылету. В застоянии патрульная полиция, ДВЗ, максимальная лекарство. Спасибо. Одну донорскую почку пересадили на месте в областной клинической больнице. Вторая предназначалась для 11-летнего Богданчика. Он уже более двух лет жил только благодаря аппарату «Искусственная почка». Донорские органы, тем же самолетом Нацгвардии оперативно доставили в столицу печень, уже успешно пересадили молодой женщине, страдающей от цирроза. Если бы не трансплантация, жить ей оставалось несколько месяцев. В Минздраве поставили перед собой амбициозный план провести 2021-м в два раза больше трансплантаций, чем годом ранее. И операции по спасению жизней будут проводить в нашей стране, а не отправлять украинцев на дорогостоящее лечение за границу. Татьяна Сули, Новости Украины. В третьем миллионе случаев инфицирования COVID-19 за сутки Индия ежедневно бьет собственные коронавирусные антирекорды. А в больницах уже не справляются с количеством тяжелых пациентов. Соединенные Штаты готовы предоставить помощь стране. Евросоюз тоже готовится делиться вакцинами в рамках международной программы COVAX с африканскими странами. Больше в материале моих коллег. В США возобновили использование вакцины Джонсон и Джонсон. На протяжении 11 дней ее применение было запрещено, так как в Северной Каролине и Колорадо у 15 женщин в возрасте до 50 лет обнаружили тромбоз. После тщательного изучения всех доступных данных пришли к выводу, что вероятность возникновения этого так называемого синдрома тромбоцитопении очень мала. Но исследование уровня потенциального риска, связанного с вакциной, будет продолжаться. Соединенные Штаты, которые являются лидером вакцинации, собираются предоставить помощь в борьбе с пандемией Индии, которая столкнулась со всплеском заболеваемости. Индия сейчас переживает очень ужасную ситуацию. Там накануне было самое большое количество случаев заболевания, о которых когда-либо сообщала какая-либо страна. И эта ситуация связана с возникшими вариантами. У нас пока еще варианты изучены не полностью, как и способность вакцин защищать от них. Но мы четко предполагаем, что вакцины нужны. В Индии тем временем третий день подряд фиксируют максимальное за все время пандемии количество случаев за сутки. Накануне почти 350 тысяч. Больницы не успевают принимать больных. А для тех, кто в критическом состоянии, просто не хватает кислорода, говорят в больнице Нью-Дели. Госпитализировать всех больных не могут. Многим просто отказывают. Мы только что получили 500 литров кислорода. Потребность в день составляет 8 тысяч литров. Мы даже не знаем, что получим или что будем делать через полчаса. Даже те 500 литров кислорода мы получили после того, как полсуток просили о нем. Согласно программе распределения вакцин COVAX на Индию, приходится треть доз, предназначенных для бедных стран. В рамках программы уже предоставлено 10 миллионов доз. Индия стала первой в мире по количеству полученных препаратов. Евросоюз, в свою очередь, тоже пытается помочь африканским странам. В частности, в рамках программы COVAX Франция передала 100 тысяч доз Мавритании. У нас есть достаточно средств, чтобы активизировать нашу солидарность путем предоставления вакцины. Франция только что отправила первые дозы COVAX. Эти дозы AstraZeneca отправляются самолетом в Западную Африку. Тем временем, вакцинация в Евросоюзе продолжается. Президент Еврокомиссии Урсула фон Деляйр считает, что 70% взрослого населения ЕС будет вакцинировано до конца июля, а не к сентябрю, как предполагалось ранее. На сегодняшний день почти четверть взрослого населения получила хотя бы одну дозу вакцины. 9% были полностью иммунизированы. Роман Смоллер, Новости Украины. С 1 сентября в Украине изменится порядок получения пенсий и соцвыплат. Сотрудники Укрпочты больше не будут разносить деньги на дом. Все выплаты переведут на банковские карточки. Для кого доставка пенсии останется бесплатной и как будут получать начисления большинство пенсионеров, узнавали наши журналисты. Одесситу Юрию Баштанову 71 год. Он получает пенсию на карточку уже более 10 лет и говорит, что это гораздо удобнее, чем ждать почтальона или ходить за пенсией на почту. С самого начала, как мы пенсию получали, мы сразу получили карточки. Потому что нам это удобнее. Дело в том, что пока почтальона дождешься, это надо в какой-то определенный день ждать, он может не прийти. А карточку ты получил, и когда тебе надо, ты снимаешь пенсию. И видим, что пенсия нужна. Бывает, какие-то там деньги есть, и можно не это вот. Это раз. Второе. Там, когда на карточке, бывает какой-то процент небольшой, но там какие-то тоже копейки для пенсии, это тоже важно. А вот 66-летняя Ольга Евдошина по старой схеме получает пенсию на почте. Говорит, что карточкой так и не научилась пользоваться и считает, что у пенсионеров должен быть выбор. В назначенный день приходишь, если еще инкассаторы не приехали, занимаешь очередь. Инкассаторы приехали, пересчет денег, и сразу получаешь без проблем. У каждого свои проблемы, понимаете? Кто-то не хочет с банками иметь дело. Кто-то привык. А привычка, вы же знаете это. Если забрать привычку, можно и заболеть. По статистике, около трети пенсионеров, а это 3,5 миллиона человек, получают пенсии на Укрпочте. В этом году запланировано 2,4 миллиарда гривен на выплату и доставку пенсии через Укрпочту. Соответственно, если мы сэкономим эти деньги, мы сможем эти деньги перебросить на повышение пенсии. Чернобыльцам и повышение малообеспеченным. С 1 сентября большинство пенсионеров переведут на банковские карты. До сентября им необходимо выбрать удобный банк, оформить счет и получить карточку. Список указан на сайтах пенсионного фонда и Минсоцполитики. Банк сам передает заявление, соответственно, на пенсионный фонд или соцзащиту. И производится дальше перечисление. Не надо ходить потом в пенсионный фонд, соцзащиту. Никаких руинобороны, ничего больше не надо делать. Доставка пенсий на дом останется бесплатной для маломобильных категорий. Людей с инвалидностью первой группы, 80-летнего возраста, тем, кто нуждается в постоянном уходе, получает пособие по уходу за пожилыми и беспомощными, не имеет права на пенсию и получает соцпомощь. Я вообще не знаю, что они придумали. А что в селах делать? Там же старики. Они никуда не поедут, не пойдут. А собираются пенсию им не привозить домой. У меня тете 95 лет. Она не ходит. Как она? Ей с почты носит. Я лично в приватбанке получаю давно пенсию. А вот тетя, как она пойдет получить? Ей приносит почталенка. Что теперь делать? Если в сельской местности не окажется банкомата, пенсионерам советуют оформить банковскую карточку в районном центре или договориться о доставке пенсии. До 1 сентября пенсионный фонд проведет конкурс и выберет организацию, которая будет осуществлять выплату и доставку пенсий. Но для пенсионеров она будет платной. Почта может установить разные проценты. Или любая организация, которая будет доставлять, она будет доставлять, соответственно, за плату. Но если это будет плата, то она должна быть не больше, чем та доставка, которая делается для пенсионеров. Тарифы которых утверждены кабинетом министра. На сегодня в среднем это обходится 60 гривен. Если пенсионер не выберет банк до 1 сентября, ему автоматически откроют счет ващитбанки и проинформируют об этом. Поменять банк можно в любое время. Светлана Сыч, Анна Городенцева, Борис Яковенко. Новости Украины. Превратить зону отчуждения в туристический магнит. С начала года здесь, в непосредственной близости к Чернобыльской атомной электростанции, побывало свыше 8 тысяч человек. Большинство из них иностранцы. Что делает это место таким популярным, даже во время пандемии? Артем Голуб знает. Техника ликвидаторов. В Припяти открыли экспозицию техники, которая участвовала в устранении последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Более 40 экземпляров свезли в город-призрак со всех уголков зоны отчуждения. Здесь видите и пожарную машину, самоходки, грузовые машины, самоходная артиллерийская установка. Она была сделана на базе танка, использовалась как тягач. Также можно было разбирать небольшие здания. Вся эта техника прошла дезактивацию, но радиационный фон присутствует. Находиться рядом с ней можно не дольше 9 часов. Запрещено категорически подходить ближе, чем установлено ограждение. Вся техника находится за ограждением, то есть соблюдается расстояние. И поскольку время пребывания здесь ограничено, то соблюдается и время. А в центре города-призрака открыли временный арт-проект «Ковчег Чернобыля». На фото зона отчуждения. На поверх неё наложены изображения диких животных со всех уголков планеты. Зебры, пингвины, слоны, львы. Экспозиция показывает туристам, что Чернобыль это не изолированная территория, а лишь часть огромного мира, говорит автор работы фотохудожник Денис Копылов. Надеюсь, что эта выставка, она даст возможность по-другому посмотреть на зону с позитивной стороны, не с негативной, как обычно в мире узнают Чернобыль, узнают Украину. Чернобыль не отделён от мира. Это, наверное, одна из самых сложнейших ситуаций в истории человечества. Эта экспозиция стала самой большой по площади фотоработой в Украине. Общая площадь представленных снимков – 126 квадратных метров. Национальный реестр рекордов вручил автору сертификат достижения. Это работы, возле которой хочется постоять и подумать о чём-то своём. Ещё раз вас поздравляю. С начала этого года тут побывало больше 8 тысяч туристов. До начала пандемии в 2019 году Чернобыльскую зону отчуждения посетило 124 тысячи туристов. В Государственном агентстве управления зоной уверяют, что это далеко не предел. А значит, после пандемии это место может стать одним из туристических магнитов. Артём Голуб, Руслан Белозёров, Новости Украины. Музей авиации под открытым небом. На границе Днепропетровской и Запорожской областей на аэродроме «Широкая» ранее тренировались лётчики со всего Советского Союза. Здесь готовили пилотов, парашютистов. Теперь сюда время от времени приезжают туристы, чтобы посмотреть на заброшенную технику. Это легендарный вертолёт Ми-8. Такие до сих пор есть на вооружении украинской авиации. Но этот аппарат в воздух не подымался давно. Своё отлетал, говорят на аэродроме «Широкая». Этот использовался в военных конфликтах для перевозки военного состава для поддержки с воздуха. Таких вертолётов здесь около десятка, как и самолётов Ан-2, больше известных как «Кукурузники». Их разработали в бюро Антонова 70 лет назад. Всего выпустили более 5000 самолётов. Сельскохозяйственного назначения, которое используется более чем в 130 странах мира. Есть на аэродроме и реактивные самолёты Л-29. Когда-то они развивали скорость до 500 км в час. На таких до сих пор учат летать курсантов многих стран мира. Но именно эти больше никогда не поднимутся в небо. Это уже не самолёты. Это всё металлолом. Самолётами они были где-то 30 лет назад. Сейчас на аэродроме хранятся более полусотни самолётов. Под открытым небом они стоят два десятилетия. В больших ангарах, где раньше ремонтировали лётную технику, находятся боксы с резервными двигателями. А вот взлётная полоса здесь хорошо сохранилась. Её можно использовать для частной авиации, парашютного спорта и парапланиризма. Это даст возможность эффективно использовать предприятие, потому что оно может обеспечить не только взлётной полосой. Это и заведение, которое может стать туристической меккой всей страны. На огромной площади между самолётами вполне реально создать целый музейный комплекс, говорят авиаторы. Уже есть и заинтересованные в этом инвесторы. При правильном подходе отслужившие своё самолёты могут получить вторую жизнь, как музейные экспонаты. Пока же посмотреть на них приезжают лишь случайные туристы. Наталья Гусу, Владимир Штенгелов, Новости Украины. Вторая успешная космическая миссия компании Илона Маска SpaceX. Пилотируемый корабль Crew Dragon доставил четверых астронавтов на Международную космическую станцию. Там они будут работать на протяжении шести месяцев. Запуск корабля состоялся накануне с мыса Канаверал в США. Во время предыдущего пилотируемого полёта в мае прошлого года на МКС доставили двоих астронавтов. Мы просто очень рады быть здесь и участвовать в этой исторической миссии. Первое повторное использование капсулы, первое повторное использование ускорителя — это просто грандиозное достижение для SpaceX. Мы готовы приступить к работе. Я знаю, что мы делаем много для науки. На этом пока всё. Наш канал есть в YouTube, Facebook, Instagram, Telegram. Заходите, подписывайтесь, комментируйте. И спасибо, что смотрите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok